В газете «Советская Чувашия» на русском языке и в газете «Хабар» на Чувашском опубликовано интервью Михаила Игнатьева. В публикации проанализирована ситуация в республике за последние пять лет. Строительство детских садов, реконструкция школ и школьных стадионов, открытие новых производств, возведение физкультурно-спортивных комплексов и спортсооружений как в столице, так и в республике в целом. Статья вызвала широкий общественный резонанс. Я с удовольствием прочитал статью и в «Советской Чувашии», и в газете «Хабар». Действительно, это очень серьезная статья. Михаил Васильевич здесь размышляет о прошлом, настоящем и говорит о перспективах развития нашей республики, и в видении главы республики. Действительно, мы вспоминаем, я тоже пять лет назад стал главой города, и действительно, это очень тяжелые времена были. Были, за Волжи пожары пылали, у нас десятки обанкроченных предприятий в городе Чебоксары, сотни обманутых дольщиков, а конкретнее более 600 человек. И тяжелой была обстановка наших предприятий, низкая заработная плата. И действительно, очень трудно было Михаилу Васильевичу и команде Михаила Васильевича с этой ситуации выходить. Но я хочу сказать, что с достоинством Михаила Васильевича и правительство нашей республики с этой ситуации вышло. Постепенно ситуация во всех отраслях и экономики, и социальная сфера начала улучшаться. Почитав статью, и в реалии мы можем подтвердить, что все больше федеральных средств начали поступать в республику. Мне, как полномочному представителю Чувашской республики, при президенте РФ, работающему в Москве, очень легко работать. Потому что у федерального центра, и у администрации президента РФ, и у аппарата правительства РФ, Белого дома, у федеральных министерств, самое позитивное отношение к Чувашской республике, к руководству Чувашской республики, и, в частности, к главе Чувашской республики Михаилу Васильевичу Игнатьеву. С чем это связано? Ну, во-первых, Чувашская республика считается надежным партнером по участию во многих федеральных программах, которые выполняют свои обязательства и перед федеральным центром, и перед населением Чувашской республики. Во-вторых, Чувашская республика отличается такой социальной стабильностью, где нет ни межнациональных конфликтов, где нет ни черного криминала, где остальная социально-экономическая обстановка стабильна. Ну и, в-третьих, Чувашская республика рассматривается федеральным центром как индустриально-аграрного региона, где сбалансированно развита и промышленность, и сельское хозяйство. Ну и, в-четвертых, социальный сектор Чувашской республики, образование, здравоохранение, культура, она признана уже и признается многими как в московском культурном пространстве, так и в федеральном культурном пространстве. Статья очень хорошая. В плане хорошая, как для руководителя, грубо говоря, настольная книга, как надо организовывать так называемый процесс управленческий. Про сути дела, все успехи социальной направленности, они наиболее сегодня сложные в России, да, то ли ветхое жилье, то ли строительство жилья, школы, здравоохранение и все такое, которые составляют очень комфортное проживание, в частности у нас в городе, в селе, составляют сегодня. Мне просто это гордость берет за Чувашию. Я еще раз говорю, что все то, что здесь сегодня в статье есть, они цифры впечатляют.